Здравствуйте, меня зовут Виктор и компания Brant. И недавно я встретил статью Майка Бейера, которая потрясла меня настолько, что я решил всем про нее рассказать. Майк Бейер — это не последний человек в мире Пайтона, он автор такого фреймворка SQL Alchemy. Кто, кстати, работает на Пайтоне, поднимите, пожалуйста, руку. Ага, есть, есть. А кто на Node.js? Вот, чтобы я знал, от кого убегать. Ну или вообще, кто сталкивался со синхронным вводом-выводом, там, Java.neo на POSIX. Ага, прекрасно. Так вот, это самая SQL Alchemy, которая основная область публичной деятельности Майка, она вся синхронная. На него часто он сам пишет, что я не эксперт, я тем более не эксперт, я только так сбоку постоял. Но на него часто сыплются вопросы, а сделайте работу с базами данных асинхронной, а то у нас все тут ускорять надо. Он в один прекрасный момент задался вопросом, а надо ли оно нам? Мы знаем, что вроде бы асинхронный ввод-вывод, работу с вебом бешено ускоряет, позволяет держать безумные нагрузки. Нужно ли это базе данных? Вот, для тех, кто не поднимал руки и не сталкивался, я немножко перескажу основы. Асинхронный ввод-вывод. Это способ в вашей программе не просто сделать вызов операционной системы, там, write, записать кусок массив байтов или в файл, или в сокет. А это немножко другой вызов, там, где можно запустить запись и продолжить выполняться дальше и не ждать, пока отработает диск, пока клиент через полмира, через все свои глючные раутеры примет этот пакет данных. Продолжать делать что-то другое. Поддержка вот такой вот штуки, в частности, если у нас на веб-сервере слева есть от 10 тысяч коннекшенов, например, как в классической проблеме, 10 тысяч клиентов, они сонные, на каждую из них работать по старинке, как работает Apache, выделяет поток на каждого клиента, открывает сокет, и пока клиент спит, поток тоже спит, а его память выделена, сокет открыт, никто никуда не идет. В общем, это позволяет очень хорошо масштабироваться. С чего все, условно говоря, началось, хоть это и неправда, с чего началась современная популярность синхронного ввода-вывода в интерпретации такой довольно провокационной майка. Был такой джаваскрипт. Уже с 90-х годов программисты много всего делали на джаваскрипте, в основном это, конечно, был фронт-энд в браузере, но делали все более и более сложные вещи, становились все более и более профессиональными. В результате на данный момент у нас просто армия джаваскриптеров, может быть, даже больше, чем каких-либо других программистов. Кроме этого, браузер — это совершенно статическая вещь, статическая картинка, которая сама по себе не должна ничего делать. Ну, изначально так было. И только реагировать иногда на клики пользователя, на ховеры, на движение мышкой, на смену фокуса. Это, соответственно, на джаваскрипт в браузере абсолютно естественно ложится событийная модель работы, когда код только реагирует на какие-то события. Вокруг этой парадигмы в джаваскрипте создали энное количество UI-ных фреймворков, очень хороших фреймворков, даже пробовал как-то. Ну и потом этот же подход стали применять сначала в браузере, в том числе и к коммуникации по сети. Кому не видны надписи, вот здесь вот шуруп кричит, «Подожди, молоток нет!» А молоток отвечает, «Тихо, хвость!» И вот мы на сервере. То есть появился Node.js. Ура! Появился сверхскоростной рантайм, который в 8 раз быстрее, чем любой другой рантайм джаваскрипта и практически любого другого интерпретируемого языка появилась поддержка сервера. Она упала в благодатнейшую подготовленную почву. Сразу же появилось множество разнообразных фреймворков для серверов под Node.js. Это прекрасно, ничего почти плохого не хочу сказать. Разве что есть вот такое вот явление. Называется callback spaghetti. Я сейчас перепеваю по телефону, потому что я с Node.js работал только раз в жизни. Мы участвовали командой в одном соревновании. Что это значит? Чтобы отреагировать на какое-то сетевое событие, мы делаем вызов на джаваскрипте и передаем функцию, которую нужно будет вызвать потом, когда эти данные по сети уйдут, или когда придет ответ, или что-то далее. И так из callback в callback в callback в callback линейная программа выглядит вот так. На этом я вспомнил старый-старый анекдот про то, что храбрые советские разведчики похитили 100 последних строк из каждого файла из прошивок американских ядерных ракет. Но поскольку эти прошивки были написаны на лиспе, там были только закрывающие скобочки. Мы наблюдаем что-то аналогичное, только скобочек уже два вида. А если мы работаем со списками, то три. Точки с запятой – это спорный вопрос в джаваскрипте. Дальше на сцену должен выступить и засиять Python. Почему? Потому что в Python есть генераторы и корутины. Вы можете свой код оставить абсолютно линейным. Он будет выглядеть почти так же, как когда он был процедурным, однопоточным. Линейная последовательность действий. Чтобы сделать его асинхронным, чтобы он уснул на время сетевого ввода-вывода и проснулся потом по сигналу, нужно добавить только вот это ключевое слово. Я явно вынес в переменную так называемое future. это объект, в который обернут результат операции, которая закончит выполняться в будущем. Вот в этом месте, где мы делаем yield, мы из нашей функции возвращаем, не из функции, а из генератора. Наша функция становится корутиной, которая возвращает последовательность future. Каждый раз, когда она возвращает future, каждый раз, когда она… Так, я отойду. Вот. Она ставится в очередь и ждет, опять же, окончания операции ввода-вывода. Ни сокет, ни thread на это не расходуются. И вот таких yield можно по ходу тела функции написать, написать, написать. Оно будет все равно совершенно линейным. Ну и появилось несколько очень хороших, замечательных фреймворков для работы с асинхронным вводом-выводом в Python. Некоторые люди, далеко не все, справедливости ради, утверждают, что вот если в Python, в Tornado, в Twisted'е или в Node.js к чему угодно применить асинхронный ввод-вывод, то оно сразу же становится быстрее. А это утверждение мы разберем подробно. Что решил сделать с Mike? Он решил сделать очень разумную вещь, проверить самостоятельно. Он написал для начала очень простой бенчмарк, который делал просто там insert в MySQL. один insert делался синхронным пайтоновским кодом, другой асинхронным пайтоновским кодом. Вот здесь вот время, которое программа провела собственно в вызове записи в базы данных, оно розовенькое. Вот это вот для локальной базы данных, одна секунда из девяти секунд. Вот это вот для удаленной базы данных, восемь секунд из двадцати четырех. Результат уже менее драматический, но тем не менее очень неожиданный. Дальше. Ну, все равно, люди уже написали массу асинхронного кода, они хотят, чтобы работа с базами данных тоже была асинхронной. Как же это? Это вот вывод, поэтому, пожалуйста, сделайте нам вот так, чтобы можно было вот здесь тоже заснуть, проснуться, когда connection случится, и поехать выполняться дальше. Причем мотивировали это тем, что твоя база данных, ну, он автор сиквел, со стороны сиквел Алхемии, как автор, поэтому ему говорят, твоя база данных все равно медленнее, чем любой мой код, который выполняется локально. Он сказал, да ладно. Написал тест, весь код которого вы видите здесь. Вот это вот, это просто цепочка из двух функций, а F1 возвращает другую. А это цепочка из двух функций, но сделанная средствами пайтоновских декораторов. То есть там при этом, когда мы в пайтоне навешиваем на функцию декоратор, мы, ну, это тот же паттерн-декоратор из GoFa, только примененный к функции, и под капотом там получается, что мы должны завернуть вызов той функции в еще два. То есть не в один даже, а в два. замерил время от того, сколько работает пайтон. Я не знаю точно, сколько раз он, не записал, сколько раз он в цикле вызывал это, но результат получился печальный для рантайма пайтона. Асинхронный код получился в шесть раз медленнее, вот просто на пустом месте вообще. Печально. К чему это все дело идет? После этого он написал, то есть не так, вывод или не вывод, а размышление после этого идет еще такое, что в реальности у нас не будет просто работы с базой данных. Мы поверх работы с базой данных навернем какую-нибудь ОРМ-ку, мы навернем какой-нибудь бизнес-логики, еще там презентейшна, еще сколько-то навернем, все это будет в пайтоновском фреймворке на Пайтоне. То есть, может быть, все-таки базу данных оставим в покое, но чтобы уже окончательно обосновать свое предположение, он решил поставить эксперимент и показать, что синхронная работа с базами данных, она в общем, ну, не намного медленнее, чем асинхронная. Что у него получилось? Вот тут сейчас будет 4 бенчмарка. Он их написал, сравниваются 4 4 функции, одна из которых потоки на втором Пайтоне, вторая потоки на третьем Пайтоне, третья G-Event на втором Пайтоне. G-Event это это код, работающий на пайтоновских грин-тредах. Я думаю, это как кому-то что-то говорит. И, наконец, на новом стандарте в третьем Пайтоне на Async.io. Работал он с PostgreSQL. Это единственная база данных, чей драйвер сейчас нативно поддерживает асинхронную работу. Первая группа тестов это географические данные. Подгресс и это умеет. Вторая и третья это обычный инсерт в заурядную таблицу. Но вторая это результаты до того момента, как очередь запросов заполнилась. Третья это после того, как она заполнилась полностью. Вот какая производительность у него получилась. Это в запросах в секунду, вернее, в тысячах запросов в секунду на довольно заурядном железе. Пока что на локальной базе данных. Положение, в котором находится реализация на Async.io выглядит довольно печальным. И это при 15 работающих трейдах в коде, основанном на трейдах. Потом он взял и поставил 350 трейдов. Принято считать, что при 350 трейдах вы на сервер уже не зайдете в shell. Ну, то есть, если и зайдете, то команды там будут отображаться очень медленно. Но, тем не менее, его лэптоп там на Fedora Linux с 32 гигабайтами памяти. Это все проживал, и результаты опять оказались более-менее равными, но опять немножко не в пользу асинхронного драйвера. Дальше еще пара тестов на 150 воркерах. Говорят сами за себя. И дальше, уже после того, как его поправили на реддите, что, мол, хост базы данных он вообще не всегда на том же самом сервере. Он сказал, окей, да, извините. Пошел все перетестировал. Вот 120 трейдов к удаленной машине, но, естественно, в той же локальной сети. И опять код на Sync.io показал далеко не лучшие результаты. Ну, да, оно стало не таким критичным, но, тем не менее, результат получился поразительным, потому что изначальная цель была доказать, что синхронная работа не намного хуже, но можно пока пожить. Оказалось, что она не только не хуже. Ну, да, да, но, как правило, ну, как правило, с базами данных мы все-таки работаем по локальной сети. Ну, да, да, ну, это, согласитесь, очень отдельный случай. Как правило, она у нас под боком. Ну, да, 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 да Код проще. Не нужно делать синхронизации между трейдами, не нужно делать то, не нужно делать все. Я сейчас полистаю, а вы найдите, пожалуйста, 10 отличий. Первый, второй, асинхронный. Синхронный, асинхронный, синхронный, асинхронный, синхронный, асинхронный. То есть добавилась аннотация, добавилось слово yield from. То есть он, конечно, проще, чем колбековые спагетти, это само собой, но, увы, увы, this point doesn't stand. Плюс к тому мы все равно не можем делать, не имеем права полагаться на консистентность работы чисто пайтоновского кода, потому что при работе с базами данных, а я это все говорю пока что исключительно в контексте работы с реляционными базами данных, нужно обеспечивать консистентность еще и на уровне транзакции. Поэтому я не стал вставлять исправленный кусочек кода, но вот здесь должно быть написано вис транзакшн такая-то, и дальше все это внутри оператора вис. Ну и вывод, который из этого следует, асинхронный ввод-вывод, если мы работаем с базой данных, как мы с ней, как с ней по классике работают трехлэйерные бизнес-приложения, то есть на соседнем сервере или на этом же сервере, он ухудшает производительность. Если база данных вообще на этом хосте, он ее ухудшает катастрофически. Ну и всегда стоит проверять самому, прежде чем говорить, что вот тут у вас будет лучше, а вот здесь вот мне сказали такую замечательную фразу, я, прочитав эту статью, еще пополазил по флеймам на реддите, на Y-комбинаторе, на хабрахабре попытался один начать. Мне сказали, ну, то есть, что вот тут вот синхронная работа с базами данных как-то не звучит. Если вам говорят не звучит, то нужно понимать, что это не цифра, проверьте сами. На этот пост было два ответа в блогах, заметных в комьюнити людей. Это Джесси Дэвис, автор мотора. Это асинхронный драйвер к MongoDB для Пайтона. В общем, идея такая. Она, в принципе, не спорит с результатами бенчмарка, но говорит, у людей уже есть асинхронный код. Если у нас уже есть веб-сервер, чат-сервер, для которых один из ста сокетов активный, а накладные расходы на остальные все-таки нужно уменьшить. Нужно поддержать их тем, что не нагружать их главный цикл. Я, может быть, этого вслух не проговаривал, следовало проговорить вначале, описывая архитектуру фреймворков с асинхронным вводом-выводом. В пайтоновских фреймворках, в ноде, если не ошибаюсь, тоже. Где-то спрятан главный цикл, который делает селект по всем открытым сокетам. И по мере оживания каких-то из сокетов вызывает калбеки именно из тех, что стоят в очереди ожидания на этих сокетах. Так вот, вот этот самый главный цикл, его ни в коем случае нельзя убить. У нас был неоднократно опыт, когда мы тоже свой сервер написали на асинхронном фреймворке, на пайтоне. Неоднократно случалось такое, что кто-нибудь что-нибудь такое напишет, а оно потом или на большом объеме данных, или еще когда интернет отвалился, или бог знает где, в какой-то синхронной операции возьмет и затупит так. И сервер перестает отвечать вообще так. Вот пока вот одна операция не протупит, или там запрос к DNS по тайм-ауту пока не отвалится 30 секунд, сервер не отвечает. В общем, с этой точки зрения и правда стоит поддержать уже существующий код, но и на это, я вот не помню, то ли сама Джесси, то ли Бейер это где-то писал, даже в этом случае никто не заставляет нас делать всю ORM-ку, там SQL-алхимию асинхронной. К ней можно сделать асинхронный API в раппер, который тоже будет чудесно там в нашем пайтоновском коде. Запустил подключение к базе данных, не стал дожидаться, пошел дальше. Или запустил запрос, не стал дожидаться, пошел дальше. Под капотом ORM-ка вполне может работать в своем трэдпуле и бог с ней. Это сделает ее логику немного сложнее, конечно. Например, у нас в ORM-ках есть такая вещь, как lazy loading. Придется всегда явно проверять, а успело ли оно загрузиться после того, как мы ему дали такую команду. Но в принципе, необходима именно вот такая вот обертка для асинхронной работы с базами данных. Брэд Сладкин, разработчик Google App Engine и еще энного количества проектов. Ответил немножко жестче, но примерно в том же духе. Что если нам нужно смешать? В нашем приложении смешан там работа с локальной базой данных, работа с удаленными хранилищами, работа с вот этим всем перечисленным, потом еще нужно собрать какую-то большую задачу и поставить в очередь в Селлери. Опять же, в этом случае, безусловно, ни в коем случае нельзя своими коннекшенами к базе данных загаживать главный цикл не на лишнюю миллисекунду. Потому что главный цикл – это, я боюсь, ахиллесово-пята асинхронных фреймворков. Ну и напомнил закон Амдала. Вот я сейчас перестану загораживать эту формулу. Если пересказать это на пальцах, он говорит очень простую вещь. Сколько бы вы не распараллеливали ваш код, он не сможет работать меньше времени, чем его самый длинный непараллелящийся кусок. Вроде бы очевидно. Но это значит, что даже если у нас есть, если наш линейный код выполняется 100 миллисекунд, в нем есть непараллелящийся запрос, который выполняется 3 миллисекунды. Бросьте на это тысячу процессоров, бросьте на это миллион процессоров. Быстрее, чем там… И ваше время будет стремиться к 3 миллисекундам сверху, но все равно никогда до него не дойдет и тем более меньше не станет. Поэтому, опять же, то только ради освобождения главного цикла решений, которые уже работают на Sync.io, имеет смысл переводить какие-то API на Sync.io. И вот и весь смысл в этом. Так, что-то… Собственно, если у вас есть вопросы, можете поднимать руки, мы быстренько поднесем микрофон. Пожалуйста, вопрос. Причем здесь еще база данных. Что-что? Причем еще здесь база данных. Причем здесь база данных? Да. Здесь в данном случае даже в любом чтении из файла, сетевой запрос капи не отличается от Postgres. Ну, то есть, если мы делаем запрос какой-то сторонний IP, читаем файл, это будет так же само работать. То есть не проблема… Совершенно верно. Клиента Postgres. Это клиента… Проблема того, как работают корутины в питоне? Совершенно верно. Это то самое, что заставило меня засомневаться в идее синхронности вообще, почему я так провокационно назвал доклад. Тесты проведены только на базах данных. Проводить тесты на… А вернись на его премьер-коды с тестом. Конечно, конечно. Можешь сейчас вернуться? Здесь его нет, но ты можешь гуглануть… Нет, тут маленький. Да, гуглануть кейкбэйера. Нет, это… Дальше, 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 дальше. Ну, разве что… Нет, чуть дальше был там EWatt. Да, вот это. Но это не тест базы данных, это тест чисто производительности. Крути. Как-то вот такового, да. Даже не асинкронность, а просто декораторов в Пайтоне. Декораторы – это механизм, с помощью которого… Тест показывает общую проблему, а не конкретно EWatt. И еще одна мысль, которую высказал Майк, которую я все подвожу, что на Пайтоне, к сожалению, интерпретатор все еще не настолько производителен, как, скажем, интерпретатор байт-кода Java, поэтому любая EObound-задача склонна очень быстро по мере того, как мы добавляем вот 1, 2, 3 декоратора, становиться CPU-bound. А это уже сами асинхронные питонщики признают, что это не их вотчина, потому что мы однопоточные. Окей. Поэтому это повод задуматься еще и над другими API тоже. Все. У нас здесь еще вопрос. А как ведут себя асинхронные операции в других языках? JavaScript, Java, PHP? Как ведет себя асинхронный вывод? Да, да, да. Это так же, как на питоне, немножко лучше. Не могу сказать, не исследовал. Вот могу выдать чисто свои предположения, не подкрепленные конкретными проверками, что на JavaScript, скорее всего, overhead чуть-чуть меньше, потому что там явные спагетти, а не пайтоновские декораторы. То есть там заворачивают вызов в одну функцию, а не в две. В Java Neo, я предполагаю, что очень хорошо себя ведет, потому что Java все-таки компилируется на каком-то этапе в нативный код. Если ей дать достаточно памяти, то у нее все будет хорошо. Насчет PHP вообще не знаю. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Снова здравствуйте. Вопросик в дополнение моего выкрикнутого, прошу прощения. На тему того, что… Я прошу прощения. Где вы? Я, наверное, встану на всякий случай. Ага. Я хотел бы поинтересоваться, был ли тест на медленных ИО? То есть то, что вы сказали, что действительно проблема ИО превращается в проблему CPU, но это как частный случай. То есть да, местами она превращается, местами может не превращаться. То есть если мы работаем с какими-нибудь облаками, в которых базы данных декларируют, что они очень быстро и по факту оказывается это Амазон, ну, не говоря о том, что Ажур точно так же развлекается, мы получаем медленные базы данных, получаем некритичность в плане того, что должно быть прямо записано, и тут нам хочется о синхронности. И были ли наблюдения на тему того, что делать, если действительно хочется о синхронности? Был ли прирост именно в таких нагруженных о синхронных задачах? Ну, опыт. У Майка теста не было. В обсуждениях вот там на реддите, на YC, тоже конкретных упоминаний, к сожалению, не было. И поэтому все, в том числе Майк, очень осторожно говорят, что в тех местах, где у вас есть спящие сокеты, то там, скорее всего, Async.io дает о себе, дает, значит, о своих применениях. Основная идея в том, что вы просто не гнитесь за Async, но не в том, что нет от него толку. То есть сейчас нету приложений, которые бы реализовали. Ну, почему же? Есть приложения, в которых есть от него толк, тот же Торнадо, который работает в Фейсбуке. Это прекрасный образец, но там сколько, ну, из сотни сокетов на одном происходит что-то, а то и из тысячи. Это данные Фейсбука? Нет, это исключительно моя спекуляция. Окей. Думаю, на мой вопрос вы ответили. Хорошо, спасибо. Я еще добавлю, что один человек пишет, не называя, не раскрывая никаких деталей, что у меня, одна из самых больших в мире социальных сетей. У меня весь код абсолютно синхронный, и более того, на каждый сокет порождается тред, а потом еще несколько подтредов, чтобы еще чего-то там заюзать. Ему говорят, ну, наверное, у тебя ограничение на количество сокетов на сервер. Он говорит, ну, да, у меня есть ограничение, 4 миллиона сокетов на сервер. Я, на самом деле, не представляю, как он это сделал, может, на голом C и там сервера размером с эту сцену. Но есть и такое мнение, но, опять же, оно анонимное и ничем не подкрепленное. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, Виктор. Привет. Такой вопрос. Ты пытался это тестировать с новой спецификацией, которая есть сейчас в Пайтоне, она будет, наверное, версии 3.5, если не ошибаюсь. Нет. PEP 0.492. Ну, вот стоит попробовать. Это получается нативная реализация в Пайтоне. Нативная реализация именно асинки? Асинков, да. То есть там добавляется два ключевых слова целых. Асинк и эвейт. По поводу, ну, получается, референс имплементация уже есть, но я не уверен, с помощью чего она сделана. Наверное, там с грин какими-то вещами тоже, да. Но я думаю, что стоит ее глянуть, потому что она входит уже в следующую версию Пайтона. Спасибо, да. Потому что я тоже хочу проверить свои слова. Это один мой знакомый ее туда, получается, двинул. Это такой исторический был акт в Питоне, потому что за одну спецификацию целых два ключевых слова новых в языках. То есть, ну, такая штука интересная. Спасибо. Еще вопросы? Давайте поблагодарим нашего спикера. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok